Здравствуйте, уважаемые товарищи! Я хотел бы представить вашему вниманию книгу, юзную несколько лет назад, которая называется «Развитие профсоюзного движения России». Эту книгу я обдумывал, готовил несколько лет, старался использовать материалы, связанные не только с российским профсоюзным движением, но и с зарубежным профсоюзным движением. Ну и вот некоторые главные идеи, может быть, этой книги. Вы знаете, в условиях капитализма деятельность профсоюзов часто связывает с борьбой за такие вещи, ну такие повседневные вещи, с борьбой за повышение заработной платы, за улучшение условий труда. Это очень важно, безусловно. Без этого невозможно никакое поступать на движение и рабочего, и профсоюзного движения. Но иногда, знаете, бывает так, что за деревьями не видно леса. Так все-таки, в конечном счете, за что должны профсоюзы бороться? Что является целью, которая ведет их через все этапы борьбы? К чему должны стремиться профсоюзные движения? Как профсоюзное движение должно расти? Какие цели конечные видеть? И вот такой целью, это обосновывается в книге, является цель, которая стоит вообще перед рабочим классом в целом. Это цель обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. И не случайно профсоюзы должны этой целью руководствоваться. Почему? Потому что профсоюзы – это самые массовые организации рабочего класса. Самые массовые. Вот она действительно в идеале, в перспективе охватывает весь рабочий класс. Вот так было, скажем, после осуществления социалистической революции в России. Профсоюзы стали охватывать практически весь рабочий класс, большинство, 90%. И, значит, вот поэтому всю свою деятельность профсоюзы в условиях капитализма должны, в конечном счете, подчинять достижение вот этой цели. И то, чем обычно занимаются профсоюзы, связано с этой целью – повышение уровня реального содержания заработной платы. Но, конечно же, связано с обеспечением благосостояния. А борьба за улучшение условий труда? Ну, конечно, о каком развитии человека и работника может идти речь, если его здоровье ухудшается из-за действия вредных производственных факторов? Ну, или борьба за сокращение рабочего дня – очень важный фактор. Ну, о каком развитии может быть речь, о каком росте социально-экономической активности и политической активности рабочего класса может идти речь, если работники придавлены повседневным продолжительным трудом – 10-12 часов. Конечно, надо сокращать рабочий день. И вот, когда это будет осуществляться, тогда выяснится, вот мы показывали в этой книге, что тут получается такая картина, как связанная, как вот у Сизифа, что бочку очками закатывают, а она все время скатывается. То есть, в рамках капитализма вы боретесь за увеличение реального содержания заработной платы, а вы боретесь на своем предприятии, значит, в рамках своего отраслевого профсоюза, даже в рамках всей Федерации профсоюзов, а это вот организационно-закономерный путь развития профсоюзов в условиях капитализма – создание больших крупных федераций. Так вы за это боретесь и, казалось бы, застигаете успех. А, значит, класс капиталистов буржуазный, он борется по-крупному, он включает, значит, механизм инфляции, и вас все забирают, и поэтому это вы опять боретесь. Ну, вы что можете сделать, если профсоюзы занимаются продажей рабочей силы, организованной в условиях капитализма, то вы всегда будете в этом смысле в обороне. Или вы, значит, боретесь за сокращение рабочего дня и достигли, казалось бы, успехов, а вам, значит, навязывают пенсионные реформы, которые заставляют работать все равно в течение жизни больше. Или придумывают такие вещи, что, ну, хорошо, вы боретесь, боретесь, а мы вам говорим, что, значит, будет применяться новая техника, и мы большинство выкинем работников. А вы же будете работать на таких условиях, на которых мы хотим, чтобы вы работали. И опять вам, сказать, впаяют вас, сказать, 8-й часовой рабочий день, а то и больше в условиях роботизированного производства. То есть в этом смысле, пока рабочий класс находится в положении продавца рабочей силы, он в экономическом смысле подчинен. Поэтому инициатива у класса господствующая. Вот господство реализуется в том, что все попытки коренным образом улучшить свое положение в рамках этой системы капиталистической, значит, они полным успехом завершиться не могут. Поэтому развитие профсоюзного движения закономерно приходит к тому пункту, когда организованные рабочие ставят свою задачу заменить господство класса буржуазии классом господства пролетариата. Вот понятно, чтобы такую задачу решить, профсоюзы должны, безусловно, очень последовательно довести борьбу не только в сфере экономической, но и политической. Ну а поскольку классовая борьба – это борьба политическая, то, безусловно, вот такое развитие профсоюзов, и об этом прямо сказано в книге, предполагает, что в рамках профсоюзов должна действовать партия рабочего класса, политическая партия рабочего класса, авангард класса. И вот если авангард класса будет действовать, профсоюзы, то тогда и профсоюзы будут развиваться и достигнут такого положения, когда они встанут профсоюзами в условиях господства пролетариата, то есть в условиях политического господства рабочего класса, и тогда вот классовые барьеры на пути достижения цели, обеспечения полного состояния свободного всестороннего развития всех членов общества, будут устранены. Не будет антикоммунистического класса, которым препятствия являются на этом пути. Значит, партия поэтому должна обязательно работать в профсоюзах, и больше того, я хочу сказать, что лишь та партия будет коммунистическая, не та партия будет партией рабочего класса, которая работает в профсоюзах. Если она декларирует, что она коммунистическая, но в профсоюзах не работает, а что значит работает в профсоюзах? Не в том смысле, что мы командуем, а вот своим личным примером, коммунисты рабочие, значит, работают на самых ответственных, трудных участках профсоюзной работы, своим личным примером, помогают организоваться всем товарищам и совместно они добиваются успеха. Вот в чем состоит руководящая роль партии в профсоюзах, что она, конечно, дает и понимание борьбы, и задачи борьбы формулирует, на уровне предприятия помогает писать, составлять коллективные договоры, потому что это вообще достаточно просто тем, кто думает систематически, работает над этим. Вот такую работу способны проводить обычно, и как правило, именно представители партии рабочего класса. Скажем, в России вот такую работу проделал Константин Васильевич Федотов, составил коллективный договор, об этом говорится здесь тоже в книге, лучший коллективный договор в современной России, но вот он партийный человек. То есть без партии, конечно, профсоюзы развиваться нормальным образом не могут. Нормальным образом не могут. Я имею в виду без партии рабочего класса. Другое дело, что партия не рабочего класса понимает, а тоже старается установить свое господство, и складываются очень, в профсоюзах складываются иногда очень странные ситуации, что в рабочих организациях политически преобладает, там, то христианская партия, да, какая-нибудь, как в Италии, там, или ФРГ, да, значит, у нас тоже Единая Россия старается упроще свои позиции, но тем не менее мы понимаем, что, конечно, эти партии чужды, и если будет работать в профсоюзах активно партия рабочего класса, то раньше или позже за ней пойдет большинство организованных рабочих. Значит, когда устанавливается диктатура рабочего класса, то роль профсоюзов меняется. Значит, у них задача была бороться против капиталистов, да, а теперь у них новые задачи. Вот новые задачи устранить все барьеры, которые остаются в условиях переходного периода коммунизма, в условиях первой фазы коммунизма, на пути обеспечения полного состояния свободного всестороннего развития всех членов общества. И вот тогда главным объектом борьбы, значит, или предметом борьбы, в условиях переходного периода является борьба в рамках государственного сектора социалистического коммунистического уклада с бюрократизмом. Вот бюрократ – это главный враг, потому что он начинает использовать коммунистическое, пролетарское государство, в каких-то особых интересах расходящихся с пролетариатом, встать над пролетариатом, над рабочим классом, отодвинуть рабочий класс от управления, якобы под тем предлогом, что вот рабочие должны выполнять производственную программу. Это реальный факт из, значит, борьбы рабочего класса 20-30-х годов. Да, под тем предлогом, что рабочие еще не готовы к управлению, а управлять надо решать очень сложные производственные задачи. Поэтому вот пусть они занимаются своим делом. Часто это вот такой благовидный предлог, искренне использовать с людьми, которые считают, что вот они лучше сделают в плане управления, так сказать, социалистической промышленности, социалистическим государством, лучше сделают, чем рабочие. И вот под этим предлогом начинается, так сказать, отодвигание рабочего класса от управления, да, а тем самым начинается тенденция действовать, начинает действие тенденции к реставрации капитализма. Вот с этими тенденциями рабочему классу приходилось бороться и при помощи профсоюзов. Мы говорим, значит, шефство заводов над госучреждениями, которое возникло в условиях перехода к 7-часовому рабочему дню в конце 20-х годов. Ну, кстати, понятно, что без активной роли профсоюзов такой переход бы не состоялся тоже. Да, значит, а кто, собственно, эту практику, это шефство организовывал? Ну, кто? Они профсоюзы организовывали, они прибирали и формировали шефские бригады, они отправляли их, они их заменяли, помогали, значит, им выполнять свою работу, помогали находить инспекторов, обучали шефов. Ну, кто? Именно профсоюзы. То есть, профсоюзы начинают выполнять вот эту огромную государственную работу. Иногда даже считали, что тогда надо превратить профсоюзы, значит, в государственный аппарат. Да, государствить профсоюзы, вот это была идея Троцкого. Ну, извините меня, профсоюзы, они выполняют эту государственную работу, но сами государством не являются. То есть, у них, в рамках профсоюза, существует товарищеская дисциплина, да, это еще школа коммунизма, ну, а в школе так не наказывают сурово, чтобы, значит, в тюрьму сажать, да, и применять метод прямого принуждения. Поэтому профсоюзы, так сказать, выполняют важнейшую роль в диктатуре периода, непосредственно государственных функций не выполняют, но и вот работают своими специфическими методами, где главный метод – это убеждение, товарищеская, значит, дисциплина. И вот такой метод, такой они выполняли, и, значит, в области государственной работы тоже. И главный метод, который воспитание новой дисциплины и развитие творчества масс, является в условиях коммунизма и первого фазы, и, так сказать, этот метод используется именно профсоюзом, это метод социалистического соревнования. Вот он помогает, значит, двигаться вперед, он заставляет тех, кто отстает, да, перебарывать, переступать через себя и включаться в это общее движение, в движение в интересах всех. И поэтому социалистическое соревнование становится главной формой борьбы, в том числе и классовой борьбы. С кем? Да нет другого класса, но в рабочем классе сидит привычка дать государству в обществе поменьше, а взять с него побольше. Да, значит, придержать передовиков, говорить под лозунгом «тебе, что больше всех надо». Вот такие формы классовой борьбы внутри рабочего класса были. И вот профсоюзы должны, используя метод социалистического соревнования, вот эти противоречия разрешать в пользу развития коммунистической промышленности, в пользу обеспечения коренных интересов рабочего класса. Поэтому у нас были большие сомнения, большие колебания. Значит, вот от оборонительной функции профсоюзов в период НЭТа надо было переходить к функции обеспечения развития промышленности, что вообще не свойственно профсоюзу в условиях капитализма. И не все справились с этой новой задачей. Был там Томский такой, председатель ВССПС, который вот насмерть стоял, да нет, профсоюзы не должны заниматься социалистическим соревнованиям, они должны защищать интересы трудящихся. А что значит защищать в условиях классового господства? Конечно, защищать надо от бюрократов, а позитивные задачи надо решать. И кто это будет решать? Вот государство и иные бюрократы, да? То есть вот под лозунгом защиты, выполнение защитной функции, по сути, Томский предлагал держать в профсоюзе рабочих классов подчинение бюрократов в государство, да, который будет решать эти задачи. А вот наша задача только смотреть, как они решают задачи. Это совершенно искажение сути пролетарской диктатуры. Это как раз и было, вело к тому, что вот эти бюрократические тенденции стали бы усиливаться. Так что у профсоюзов очень большое поприще деятельности в условиях коммунизма. И это поприще опять представляет собой поприще классовой борьбы. Но только это классовая борьба в условиях уже победившего рабочего класса, где все козыри и карты, что называется, на руках у рабочего класса. Но другое дело, что, к сожалению, для того, чтобы побеждать, нужно быть постоянно отмобилизованным, надо действовать в соответствии с стратегическими целями. А для этого нужна партия, которая твердо держит курс на уничтожение классов. Вот так получилось, что наша партия, это известная картина, об этом тоже говорится, этот курс поменяла после смерти Сталина. Значит, когда курс поменялся, то, естественно, профсоюзы, как массовая организация для борьбы за уничтожение классов, изобеспечения полного благостания и свободного всестороннего развития всех членов общества, с этой ролью справлялись уже все хуже. И тогда вся эта бюрократизация, когда вот партии стали изгнивать, естественно, стали изгнивать профсоюзы. И тогда там тоже стали такие вещи прилагаться. Ну как это, значит, секретарями профсоюзных комитетов на производственных предприятиях будут рабочие? Ну как это можно? Там надо, чтобы были обязательные люди с высшим образованием. Ведь рабочий не разберется в вопросах в условиях труда, да, наверное, да. Я уж так вот с иронией говорю. Вот надо же писать документы. Да надо, конечно, писать документы, надо учиться выступать, но самое главное в профсоюзах, чтобы они боролись за интересы рабочего класса. А если в руководящих органах, начиная чуть не с профсоюзного бюро, стали уже нерабочие, то борьба за интересы рабочего класса, в том числе и в рамках профсоюза, была все слабее, 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 слабее. Ну и получилась такая картина, что вот эти все органы стали отторгать рабочих от делов управления, самые массовые профсоюзные организации, обюрократились. Ну тогда рабочие стали, так сказать, отклинить от такой профсоюзной жизни, чувствовать себя в своей организации, по сути своей организации, чужими. Или эта организация стала им чужой. Вот надо ли после этого объяснять, что следующий шаг был в движении в профсоюзном снова скатывание к условиям капитализма. Значит, вот скатились, об этом тоже в книге достаточно подробно говорится, причины, в лицах, фактах каких-то основных. Ну вот после того, как мы скатились в капитализм, приходится снова рабочему движению решать те задачи, которые прежде исторически были решены. И здесь нам помогает то, что мы не начинаем ни с пустого места, ни с нуля. Вообще опыт достижения рабочего класса России, профсоюзного движения России есть, и поэтому надо его, опираясь на него, идти дальше. И вот в книге очень внимательно изучались те вот ростки позитивного, связанные с развитием профсоюзного движения, с тем, что надо снова рабочие профсоюзы, надо снова, чтобы решающую роль в профсоюзных организациях производственных предприятий играли именно рабочие. Об этом говорится, как это можно сделать, даже если меньшинство рабочих в профсоюзных организациях, можно в рамках единой организации создать секцию рабочую из профсоюзов, в профсоюзах. Или создать профсоюз специальный, который будет доминировать в силу своего решающего положения, потому что ключевой метод борьбы в условиях капитализма за интересы работников – это организация забастовок. Профсоюз, который не ведет забастовочной борьбы, действительно профсоюзом не является. Значит, не получается заключить коллективный договор в интересах рабочего класса, он всегда будет заключаться в интересах работодателя. То есть, если профсоюз не ведет забастовочной борьбы, он оказывается предоставленным воле работодателя. Добрый, если такая воля есть, а больше, значит, такой воле, которая оставит интересы капиталистов. Поэтому наши хорошие профсоюзы, новые профсоюзы, новые условия 90-х годов, это профсоюзы, которые научились вести забастовочную борьбу. И эти примеры, этот опыт здесь осмыслен. Вот когда эта книга писалась, задача сокращения рабочего дня была не такая актуальная, потому что не была еще такая большая нагрузка после 90-х годов. После 90-х годов, когда многие предприятия стояли, и была такая ситуация, что работники работали не полный рабочий день, не полную рабочую неделю, вопрос с трудовой нагрузкой тогда не был таким острым. И вот это отразилось в книге. Но, тем не менее, там тоже говорится, что, естественно, борьба за сокращение рабочего дня – это очень важная борьба. Так вот, за прошедшие годы, после выхода книги, единственное, что можно добавить, да, и что нужно иметь в виду, что центры тяжести в борьбе за интерес рабочего класса, в том числе за достижение заработной платы и уровня стоимости рабочей силы, о чем в книге говорится, смещаются теперь в область борьбы за сокращение рабочего дня сначала до 6 часов. Ну и вот, так сказать, решение этих вопросов позволит нам опять поставить в голову угла цель, которая и стоит перед профсоюзным движением России, так и перед профсоюзным движением всего мира, значит, двигаться к достижению обеспечения полного выстания и свободного всестороннего развития всех членов общества. Я очень надеюсь, что эта книга поможет развитию профсоюзного движения и поможет внести свой вклад в достижение вот этой высокой цели. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.